Вот начинается лето, рассылка была поздно сделана, многие даже не вспомнили про вебинар. Но тем не менее, еще раз говорю, вебинары нужны для того, что делается книга, это особая книга, вот того, что я рассказывал, там будет еще одна глава, как минимум, и так скажу вебинары по сосенке. Ну что, поехали? Поехали, смотрите, как всегда здесь, Наталья Ефимова здесь, что-то мы недавно вспоминали, не с вами. Так, Бухтиярова, куда же без нее-то, Кугорева. Антония, я жду это телевидение, федеральное «Мир» делало про вас передачу. Я все жду. Может, ее давно показал уже телеканал «Мир», может, еще не показал. Я найду это, вот прям дело чести, как говорится. Понятно. Значит, Антонина, а кто сейчас замечировано? Никто больше не это, не заступится, кроме вас, Елена Александровна. Я в этом раз замечу, что он не хотел наблюдать. Дальше, значит, в общем, Тоня, я где-то был видеть передачу там, может, вам прислали копию, еще как-то. Был ли этот самый… Такой дали ехать телеканалу «Мир», как минимум из Москвы, снять, как вы с детьми посадили косточки. Кстати, они должны уже всходить, вот, пока от вас известий свежих я не получил. Идем дальше. Так, начинаем сначала. Добрый вечер, добрый вечер. Кострома, добрый вечер. Ирхоз, добрый вечер. Холодно. У нас тоже что-то до сих пор не это. Вот поверите, деревья спят. Чуть-чуть почки зеленеть начинают. Вот так. Здравия. Бухтияров, Виноградов. И вам здравия. Сызрани плюс 24. Свиньин, Архангельск. Привет. 20-28. Нормально. Московская область. Ночью было минус 2. Абрикосы Железов пошли в рост. Но есть и подмороженные. Так. Хорошо бы от вас фотографии повысить. Так. У вас интересно, это из косточек семичек? То есть из косточек или из саженца? Валерий, день добрый. Ваши абрикосы штуки с 11 зацвели. Ура. Им 5 или 6 лет. Из косточек. Надо записи найти. Еще не было вебинаров ваших. Благодарю. То есть еще до моих вебинаров. Да ладно. Да здравия первая. Ух ты. Вы говорите, что деревья красить нельзя. Да нельзя? Я была на семинаре у Кихтенко в Молдове. Он ореховод. Так он с самого начала в Савице закрашивает при посадке в яму. С удобрением. И взрослая деревня у него побелина. Он гуру в этом деле. У него сад роскошный. Его авторитет неоспорим. Ну хорошо. Он ореховод. Ладно. Можете приехать всего. Сейчас все брошу. Помните анекдот? Дело в том, что... Ореховод есть ореховод. Вы же не сказали про абрикосы. Я понимаю, что ореховод вы не занимаетесь. Но вы против побелки всех деревьев. Да. Я железу против побелки всех до единого деревьев. Из сотен миллиардов. Из тысяч. Из миллиардов миллиардов на всей планете. Так. Например. Я если когда-то все-таки... Видите, вы упомянули он гуру. Значит. И вы упомянули его. Может быть вы ему упомянеете меня. И скажете, что я человек, у которого авторитет по абрикосам неоспорим. Потому что все, кто спорит, почему-то сады не могут предъявить. Вот. Получается тоже неоспорим. Но по абрикосам. Вот. Прислушайтесь к его мнению. Возьмите и половину со следующего года, половину орехов своих, саженцев. Не белите. И посмотрите, что будет. А потом уже какие-то выводы. Потому что один не белит. У него хороший результат. Другой белит. Вы считаете, что у него все прекрасно. А где-то есть еще истина. Потому что или вреда, или больше пользу от абелки. Так. Ну, а так ваш пример неудачный. Все-таки орехи я тут ни при чем. Вот. Хочется, пусть белит. На улице плюс 25. Плюс прямое солнце. Да, кстати, еще не забывайте. Молдова. Там совсем другой климат. То, что в Молдове, как в этом, что положено Юпитеру, не положено быку. К нам, сибирякам. И я включаю сюда, и сибирянам. Я включаю сюда и Москву, и среднюю полосу. Среднюю полосу. Для нас, то, что на юге сходит с рук, или даже пользу может принести, для нас вред страшный. Помните, я показывал. Как можно, когда зима холоднючая, побелить так, чтобы она тепло отбрасывала. Вспомните, что белое цвет, оно не греет дерево. Зима, холодины, морозы. А оно, даже вот тот, жалко, нечастные солнечные лучи, и те не принимает. Попытайтесь, раз вы устали. Ну, назовем вас литейским судьей. Поговорите вы с этим самым, с Киктенко, да? Ну, еще раз. Некорректное сравнение Молдова и Сибирь. Некорректное. У нас страшный мороз. Так же, как мне это. Вот там, Мичуринский. Мы режем, режем ничего. Ну, советовать сибирикам же нельзя этого. Даже москвичам нельзя. Смотрите, что деньги лишние. Есть по белку покупать. Ну, логично, Александр Николаевич, логично. Насчет Мичурина вранье. Мичурин про обрезку вообще не писал. Ну, я думаю, что с вашим уровнем грамотности я скорее вам поверю, чем той публикацией. Гостевой книги приводил, как ловление с четырех томов 48-го года. Полное собрание. Нигде ни слова про обрезку. Так. Левских здравия еще утащите, пожалуйста. Хотите вернуть крупность Петру? Прививкой на академика. Это третий этаж. Или именно на сельс академика. Сельс академик вам известный. У кого-то уже ведь растут. Может плодовься или ракосик. Значит, память у меня практически отсутствует. Значит, академик Ерифаин. Ой, елкипал. Так. Академик Ерифаина из косточки вырастила моя близкая. Назовем ее сотрудница, ученица. Она живет в Селябинске. Зовут ее Кузнецова. У нее два фамилии. Кузнецова и Карташова. Екатерина. У нее прекрасные получились из сеянцев плоды. По-моему, все-таки проилая. Но, тем не менее, крупноплодная. Помельче, но очень роскошные получились плоды. Так. Сейчас, может быть, кто-то... Ну, у нас, видите, мало совсем осталось. Ну, потом за неделю-две количество просмотров увеличилось до пятисот, до шестисот. Все на это. А где... Тысячи уже вырастили мои эти. Многие из косточек. Кто-то делал это. А что касается третий этаж. Да, вот сейчас на третий этаж. То есть, у меня на Манчжурец привито, значит, королевский. А на королевский я привил Петра Великого. И вот на все... Ему два года исполнилось. И пошел третий год. И вот первый цветочек. Видишь, он один будет. Пока увидел один. Вот. Но это будет, возможно, не самый крупный. Только потому, что все-таки это третий этаж. А сеянцы академиков у меня посадил в глину. Больше некуда было. Они вырастут сейчас вот такие. Их там 10-15. Вот такие вот. Ну, вот такие. Вот. Их надо пересаживать. Потому, что совершенно негодное место. А потом... Или я еще год поращу. За два года-то они все-таки станут пригодны для прививки. Сейчас негодные. Тонкие сильно. И тогда я привью на него Петра Великого. Но это будет только второй этаж. И хорошее было место. Но в стране для меня места не нашлось. До сих пор не рассажены куча саменцев. До сих пор.